Я не помню, кто из великих сказал, что у России есть только два союзника, армия и флот. По-моему, Суворов сказал. Не помню, но какой тут наш великий полководец. И глобальный вопрос по поводу этого мирового господства. Может ли Россия... Вы знаете, я думаю, что Россия может вследствие своей огромности территориальной. Россия занимает действительно огромное пространство на земном шаре, и с этим сложно поспорить. С этим сложно поспорить. У нас одна часть обращена к Западу, другая часть обращена к Востоку. И союзники у нас есть только, мне кажется, экономические на данный момент. Они, мне кажется, всегда были только экономические, потому что, собственно, мне кажется, всем странам интересно только одно. Но это вот ресурсы, некие ресурсы, еда, еда, которую они потребляют. То есть, и чем больше растет уровень потребления в странах, да, тем больше, собственно, как бы им нужно вступать, наверное, в контакт с другими странами, чтобы, собственно, помогать друг другу выживать в этом, собственно, как бы мире. И поэтому, мне кажется, Россия очень правильно всегда вела политику относительно своих партнеров. Вот как бы не агрессивную, а политику через мирные какие-то там переговоры, через мир, через какую-то адекватность, через понимание наладить, вот, собственно, какие-то добрососедские связи. Но, мне кажется, конечно, в России действительно только два союзника основных — это армия и флот. Что, собственно, сейчас и делает наше правительство, развивая нашу армию? Я думаю, сейчас это не секрет, что идет модернизация нашего военно-промышленного комплекса. И это правильно.